Здравствуйте, я Алик из Саратова с братом Рафиком, немножко на рынке овощи, фрукты торгуем. Вот, в Саратове хорошо, тепло. Я все знаю, в любых вещах разбираюсь, потому что в каждую вникаю. Еще у меня есть жена Этери, она тоже все хочет знать, этот цветочек мой, черемуха моя. И поэтому вопросы мне задает, Этери, что ты меня спросил последний раз? Алик, что там это, Путин уже отреагировал на беспилотники? Да, 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 вот это важное дело, да, поступила реакция Владимира Владимировича на вчерашний обстрел беспилотниками Кремля. Вот, ну, реакция не самоличная, все-таки человек как-то, ну, занят, работает с документами, дел у него полно, чтобы по телевизору еще выступать и что-то рассказывать. Он это сделал через своего пресс-секретаря, вот это Дмитрия Усатовича Пескова. Вот, Песков доложил, что реакция Путина на атаку беспилотников на Кремль была спокойной, собранной. А обстановка в Кремле после инцидента с беспилотниками обычная. Все работают на своих местах. Путин не отменяет выступления на Красной площади 9 мая. Готовится обычный парад. Конечно, Песков сказал, что Москва знает, что все эти вещи Киев делает под диктовку Вашингтона. И отмечено, важно, чтобы Вашингтон, причастный к атаке на Кремль, понимал опасность такого непосредственного участия в конфликте. Вот. И Кремль, ну, никак не прокомментировал предложение объявить Зеленского законной военной целью. Да, вот знаете, как это я прям, чувство гордости какой-то появляется. Наш президент, какой он выдержанный, какой хладнокровный, просто вот из металла сделан человек. Кремль атакует, а он ничуть не волнуется, как бы держит себя в руках, трезво мыслит, здраво рассуждает. Как это не похоже абсолютно на эту вот реакцию пропагандонов этих вчерашних. Что они вчера устроили? А, это был кощачий концерт по телевизору. Вопли, крики, истерики, ну, бабы базарные какие-то, да? Ответить незамедлительно. Стрелять, сносить, наносить удары, снести все. Медведев Дмитрий Анатольевич. Зеленского нужно физически устранить. Вот, я в телеграмме написал так. Соловьев то же самое орет. Все, Зеленский, теперь ты попался. Все, Зеленский, бзди отсюда. Ну, вот теперь надо... Часики начали отсчет обратный. Все гарантии, которые ты думал, тебе даны, отозваны. А, теперь вы видите, да, с кем приходится иметь дело нашему выдержанному, спокойному, невозмутимому Владимиру Владимировичу. Вот этими чертями, вот этими крикливыми, вот этими дискредитаторами, да? А ну, отставили панику, эй! Вы зачем россияночка впугаете? Зачем людей смущаете? В конце концов, берите пример с Владимира Владимировича, с его спокойствия и хладнокровия. Вот все время, да, они говорят, эй, хотим вот, чтобы Сталин вернулся, чтобы по сталинским методам жить, чтобы вот его нормы распространялись. Да, и Сталин бы, Иосиф Васильевнович, вас бы всех, да, вот Эмидиди, Соловьева, там, Гурулева, там, все, кто приходит и вот, и орет, истерит и паникует, он к стенке бы поставил за паникерство. Запомните это. Продолжение следует...